Сегодня у меня очень интересная тема, почему важно признать свой масштаб и пойти в него в 2024 году. Я сначала вам расскажу, почему именно такую тему, такую необычную формулировку я выбрала, а потом представлюсь. Очень часто нам в жизни говорят о том, что и как нужно делать, какими путями идти к своему масштабу и так далее. Но основная проблема в основном в чем? В том, что мы знаем, но не делаем. Моя задача сегодня вам рассказать об этом так, чтобы ваш мозг согласился, что это действительно нужно идти в свой масштаб, и душе вот что-то ёкнуло, и вы такие, ааа, да, хочу. Короче, у меня задача мотивация, а не информация сегодня. Меня зовут Ангелина Судакова, как уже сказали. Я родилась в городе Новосибирске в обычной семье врачей и была таким очень обычным ребенком без особых талантов. Но у меня была одна фишка, вот прямо с детства я мечтала стать суперзвездой, вот просто. Я просыпалась и засыпалась с этой мыслью, что я суперзвезда и такой лидер, который ведет других людей за собой. Вот две такие основные вещи у меня были. Вначале не очень у меня получалось, две такие слезные истории. Сейчас расскажу. Значит, первое, это абсолютная правда. Я ходила на хор, и мой преподаватель по вокалу мне ребенку маленькому говорил, слушай, ты выйди, пожалуйста, но только рот открывай, но не пой, ради бога, не пой. А на танцах меня просили вообще не выходить, точнее, не просили, просто не выпускали. Вот это, знаете, танцы снежинок для родителей, вот, ну, короче, меня одной из всей группы не ставили в танцы. Вот. Но благодаря тому, что вот это признание масштаба во мне было с детства, оно прям сидело во мне, я добилась вот следующих результатов, сейчас расскажу. Значит, я известная танцовщица, уже 20 лет я в деле, объездила с гастролями как солистка из 16 разных стран. Четыре года назад я организовала мое шоу, это вот мы с моими ребятами втроем. У меня самое такое масштабное шоу вот именно в моем, в моей сфере. Самые большие у нас гонорары, у меня самые дорогие чеки на онлайн-проекты. Таким образом я реализовалась и продолжаю реализовываться, конечно, далеко не предел, как артистка. То, что касается моих лидерских вот этих историй, туда я тоже пошла. Сначала я была педагогом по танцам с 16 лет, и четыре года назад я начала помогать женщинам уже не с точки зрения тела и танцев, а вот с точки зрения развития денег именно в любимом деле. Итак, давайте уже к теме, почему важно идти в свой масштаб. Получается такая история, что вот мы находимся на определенном уровне, а наш масштаб вот здесь. И здесь у нас возникают всякие истории из Сирии. Не хватает денег, не хватает времени, не хватает ресурса. И вот сейчас скажите мне, есть ли такое ощущение, что как будто если я пойду дальше, то типа это что, мне в 10 раз больше делать? Это как бы в 10 раз сложнее получается. И мы немножечко туда боимся идти. И получается такой вот замкнутый круг. Мне вот здесь тяжело, и я вот сюда не иду. А из-за того, что я сюда не иду, мне тяжело. Но есть хорошая новость, и она заключается в том, что как только мы начинаем туда идти, вот на каждом шаге, нам уже становится легче. И поэтому, что я имею в виду под словом свой масштаб? Это когда мы говорим, ну я хочу как минимум вот это, а не мыслю о том, что я хочу как максимум, типа вот этими категориями. И вот как только я начинаю мыслить этими категориями, и туда идти, становится, ну вот, прям сильно интереснее. И что самое интересное, сильно проще. Я приготовила для вас чек-лист, в котором сначала дам очень классную практику именно о том, как определить свой масштаб, а потом расскажу по шагам, как к нему прийти.